Тренер сборной РФ по борьбе прокомментировал отказ Испании в выдаче ВИС спортсменам. Тренер сборной РФ по борьбе Гадисов. Отказ Испании в выдаче ВИС был неожиданным для спортсменов. Отказ Испании в выдаче ВИС молодежной сборной РФ по борьбе был неожиданным. Спортсмены планировали выезд и имели пригласительные. Об этом сообщил Известием в четверг, 15 июня, тренер сборной Аббусалом Гадисов. Мы сейчас находимся в Подмосковье на сборах. Как раз этот сбор у нас должен был быть предвыездным. Все по плану было, что нас допускают, и потом резко вдруг что-то поменялось, рассказал тренер. Гадисов сообщил, что они должны были вылететь 28 июня, и некоторые спортсмены еще не знают об Акмене. Он уверен, что ребята будут расстроены и это сильно повлияет на мотивацию молодых борцов. Тренер предполагает, что в ситуации вмешалось испанское правительство. Как я понял, правительство Испании и Лимит вмешались и рекомендовали Испанской Федерации борьбы, чтобы нас не допустили. К сожалению, видите, политика не дает спортсменам выступать, бороться, подытожил Гадисов. Ранее, 14 июня, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что членам молодежной сборной России по борьбе до 20 лет и специалистам отказали в выдаче вис в Испанию, где с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостило пройдет чемпионат Европы. Мамиашвили отметил, что больше от отсутствия российской сборной на соревнованиях потеряет Испания. В конце марта Исполком НОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперации РФ по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли Федерация фехтования, тхакванда, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК. Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.